Здравствуйте! Итак, сегодня второй урок, где мы учимся пересказывать Health and Fitness Topic в более простой форме. Повторим вкратце, что мы сделали в первом уроке, перескажем и перейдем к следующему абзацу. В первом уроке, А.J. tells us that there are several types of lessons in each lesson set. В следующем уроке, он взялся несколько ideas from the conversation, from the commentary, и он взялся в очень практике формы. In other words, he gives us ideas about how to use them in our own life. We are going to get a lot of interesting ideas and topics in the conversations, and we are going to hear some other ideas and opinions about the same topic in the commentaries. And we can imagine that А.J. is our coach, and he's going to help us put this into action. That's the point of the coaching lessons. Step 1, for us, is to get this information and enjoy it. That's great. Step 2, is to learn vocabulary and grammar and pronunciation and improve our English. Step 3, is to make some changes in our life that will affect all areas of our life. Теперь мы переходим к следующему абзацу. Что здесь говорит А.J.? В этом разделе, in this section, он дает нам домашнее задание. I give you some homework. Какие-то вещи, некоторые вещи, some stuff, которые мы будем делать в своей жизни для того, чтобы выполнить некоторые изменения. To do in our life, to make some changes. Итак, в этой теме, в этом топике у нас есть health and fitness. И мы слышали о Джек Ла Лейн в беседе. Это персонаж, человек, о котором говорят в уроке conversation. И здесь А.J. говорит подробнее о том, кто такой Джек Ла Лейн. Джек Ла Лейн – один из моих героев, как бы, идеалов, которые в области здоровья. I love, 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 Джек Ла Лейн. Я, можно сказать, в восторге от Джек Ла Лейн. Потому что он необыкновенный человек. He is an amazing man. И у него необыкновенная жизнь. And he has had an amazing life. Что мы можем здесь сказать? Мы можем сказать, что Джек Ла Лейн – это один из героев для А.J. И он думает, что он удивительный человек, и у него удивительная жизнь. And he thinks, Джек Ла Лейн is an amazing man, and he has had an amazing life. Это этот абзац, следующий абзац. Что Джек Ла Лейн – это один из героев для А.J. И он только что закончил писать новую книгу, которую я приобрел. Это великолепная книга, и он не восхитительный человек, невероятный. Он занимается три часа каждый день. И это необычный 95-летний человек. Но тот человек такого типа, 95-лет, которым я хочу быть. И я надеюсь, I'm hoping that you want to be as well. Что вы также хотите быть таким же 95-летним. Итак, как мы можем это пересказать? Мы можем просто продолжить о том, что в момент, когда А.J. записывает видео, Джек Ла Лейну 95 лет. Дальше можно просто сказать, что он все еще полон энергии, is still full of energy, and powerful, and excited, and enthusiastic. Дальше можно сказать, что он написал новую книгу. He wrote a new book. Это замечательная книга. It's a great book. И что он занимается три часа каждый день. He exercises three hours every single day. Потом можно сказать, что это А.J. хочет быть такого рода 95-летним. Джек Ла Лейн is the kind of 95-year-old А.J. wants to be. И это как бы основное в абзаце. Переходим к следующему абзацу. Если говорить в более широком смысле, what we are talking about, о чем мы говорим здесь, это long-term life, long health. Как бы здоровье и фитнес, которые длятся всю жизнь. Это не какое-то короткое действие. Это поддержание здоровья и фитнеса, формы, в смысле, в течение всей жизни. First I want to talk about the difference. Прежде всего я хочу поговорить о различии между здоровьем и фитнесом. Between health and fitness. И потом я дам вам домашнее задание. First of, what is the difference between health and fitness? То есть он повторяет десятью раз, в чем же различие. A lot of times in magazines and TV shows they are used interchangeably. В журналах и TV show эти понятия используются взаимозаменяемо. In other words, sometimes people say health, sometimes people say fitness. Другими словами, иногда люди говорят здоровье, иногда говорят фитнес. And it's not clear exactly what they are talking about. И не ясно до конца, о чем идет речь. What they are talking about. Поэтому позвольте мне прояснить мои собственные идеи определения здоровья и фитнеса. Let me be clear about my own ideas, my own definitions of health and fitness. Так, как мы можем пересказать? Мы можем начать сразу с того, что есть существует различие между здоровьем и фитнесом. There is a difference between health and fitness. Во многих случаях журналы и TV show используют их взаимозаменяемо. A lot of times in magazines and TV shows they are used interchangeably. But, но, AJ имеет свои собственные определения здоровья и фитнеса. But AJ has his own definitions of health and fitness. И он хочет прояснить их. Прояснить эти его собственные идеи, мысли. And he wants to be clear about his own ideas, his own definitions. Вот мы разобрали с вами еще три абзаца. Продолжение в следующем видео. Не забудьте повторить первые два абзаца, присоединить к ним еще вот эти три. И пересказывать, пересказывать, друг другу, самому себе, как у вас получается. И с каждым пересказом вы будете чувствовать, что это получается все легче и легче. Успехов вам! Помните, что дорогу осилит идущий. И продолжение в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok